Бригада скорой помощи отправилась на выезд к пациенту с подозрением на заболевание коронавирусом. Перед тем, как отправиться в путь от диспетчера, медики получают сообщение о том, с каким заболеванием им придется работать. В случае подозрения на коронавирусную инфекцию, бригада скорой помощи одевается в специальные костюмы. Когда у нас идет вызов, у нас диспетчера сразу ведут опрос. То есть выезжал, не выезжал, в контакте был, не был, температура, который день болеет, ну и так далее. То есть собирают более, скажем так, подробный анамнез. И тогда уже диспетчер, скажем так, отфильтровывает, отсевает те именно вызыва, которые были уже в контакте с инфекционными больными. И на эти адреса у нас отправляются, естественно, эти бригады. Защитные костюмы способны оградить медицинских работников от заражения инфекцией. Они предназначены для многоразового использования и после каждого выезда проходят дезинфекционную обработку в течение суток. Работники неотложки отмечают, что костюмы очень удобные. Естественно, они дают нам безопасность, полную безопасность. Они вот легкие, вот не стесняют движения. В общем-то, в принципе, комфортно. Самое главное – защита. Сейчас в пункты скорой помощи поступило 350 таких костюмов. Медицинским работникам их подарили представители одного из рязанских предприятий. Предпринятые меры направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Защитные костюмы предназначены для защиты медиков и населения. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Субтитры создавал DimaTorzok